Итак, если коротко, то это видео, в котором я собрал компьютер для подписчика. И в этот раз у меня, друзья, знаете, было хорошее настроение, и я даже малёха подкинул железо в эту сборку. Ведь на самом деле у парня по имени... Блядь, забыл вы имя. Короче, у него на кармане было ровно 40 тысяч рублей, или примерно 15 тысяч гривен. Плюс, ещё один важный момент, его родители переживали, что я обману его, разведу как простых людей на 40 тысяч и так далее. Короче, это народная славянская черта, не доверять людям, и знаете, это даже в принципе правильно. Нечего доверять всяким блогерам, даже если у них есть игровое кресло. Поначалу мы хотели с ним как-то сэкономить и вложиться в эти 40 тысяч, и сделать вот мощный компьютер на половину из бэушных частей с авито. Однако, потом я представил реакцию его родителей на то, что он принесёт домой компьютер из бэушного мусора без документов, то я честно передумал так делать. Мне эти проблемы вообще-то не нужны. Короче, мы решили с пацаном следующее. Я показал ему, что нужно взять ему по железу, и он пошёл сам и купил часть комплектующих на 40 тысяч. А вторую часть я подарил ему лично от себя бесплатно. Причём это будет не какое-то там ненужное говно, которое я хочу якобы спихнуть. А это, знаете ли, 16 оперативов, 2 по 8. Далее на проц я поставлю серьёзную башню и также быстрый NVM накопитель под винду. И, конечно же, хороший корпус DeepCall за 5 тысяч. В итоге, что получается? Он купил за 40 тысяч i5-9400F на 6 ядер. К нему он также взял материнку на B365 чипсете. Далее я посоветовал взять ему видеокарту 1690, ой, то есть 1660 Super. И в конце мы решили поставить винт на 1 терабайт. Ещё придачу, конечно же, модульный блок питания, кулер-мастер на 550 ватт. Всё, то есть суммарно такая сборка с моим железом, по идее, должна была стоить, ну, примерно 55, возможно, 60 тысяч. Но паренёк потратил всего лишь 40, и на это мои полномочия как бы всё окончены. Хотя нет, я собрал компьютер, установил далее винду, настроил, подкрутил. И думаю, ещё раз для общего понимания, давайте я снова назову, что стоит в этой машине. Итак, внутри стоит Proz, 3-версия i5-9400F на 6 ядер. Далее видеокарта 1660 Super от фирмы Polit, мою хатус Polit, это шутка как бы. Ну и также 16 оперативы, 2 по 8, ещё быстрый NVM накопитель и дешёвая материнка, ещё раз повторюсь, на B365 чипсете. Всё это добро я запитал через бронзовый кулер-мастер на 550 ватт. И поставил в какой-то чёрный корпус от Deepcool. Просто шикарный. Ладно, давайте, всё-таки думаю, уже хватит грузить уважаемых зрителей всякими железками, поэтому давайте перейдём уже к самой сборке и посмотрим, что же получилось у меня соврать подписчику. Итак, сперва я просто решил проверить, как быстро стартует винда с NVM накопителем, и она это делает вполне бодро, за 11 секунд. Для тех, кто не в курсе, если коротко, то NVM накопители примерно в 4-5 раз быстрее, нежели обычные SSD-шники, и в Crystal Mark'е это реально действительно видно. Едем далее, и теперь, конечно же, продолжим тестировать уже в играх. Итак, первым делом давайте запустим новинку RDR2. И скажу сразу, что ультра-настройки, понятное дело, никто не будет выставлять в этой очень оптимизированной игре, и оптимальными, я считаю, всё-таки для карты 1660 Super это будет, ну, наверное, высокий Full HD. И с такими настройками видим, что не получается. У нас стабильный 60 кадров, но 45 это, можно сказать, даже успех. Потому что это самое начало сюжета, и тут вот прям самая лютая напряжённая локация в метель. Это вам не то, что стоять в пустом поле на месте, или упереться в стенку, и там, конечно, будет до 60 кадров. То есть, в среднем, в Red Dead Redemption в игре от 45 до 60 на высоких Full HD. И это, я считаю, ну, как бы, в принципе, даже нормальным. И, кстати, я думаю, все заметили, что температура на видеокарте поднимается максимум до 67, а на процессоре так вообще чуть ли ну не больше 40. Это вот абсолютно смешная температура процессора, и мне кажется, я поставил вертушку, ну, с явным избытком. Можно было, конечно, просто влепить какой-то там кусочек металла за 300 рублей, но и не париться. Ну, да ладно, мне не жалко, окей, далее давайте ещё что-то вот проверим. Я взял на распродаже вторую часть Resident Evil, и особо я даже не знаю, что она из себя там по требованию представляет, но, судя по тому, что я увидел порядка 100 кадров Full HD на Ultra, то, наверное, это далеко не самая требовательная игра. Я бы даже сказал, наверное, никакая. Хотя, вот, знаете, визуально она достойно сделана, наверное, вот действительно просто хорошо японцы оптимизировали, и вот результаты, как бы, налицо. Что ж, давайте в конце проверим парочку из того, что не самая свежая, но всё ещё актуальная у людей. Например, это Quake Champions, Rust и, не знаю, PlayerUnknown's. Ну, короче, вы поняли. Итак, в Quake я решил пойти в отрыв и выставил визуальные настройки на Ultra Full HD, и в таком режиме ситуация примерно та же, что и со вторым Resident. В среднем от 100 до 120 кадров, и можно даже смело выставить 2К, и будет не меньше 70. Думаю, тут особо, как бы, нечего комментировать. Лучше уж давайте перейдём к Rust, в котором я также выкрутил все настройки до запредельных, или как их там ещё называют, фантастика. В общем, короче, в этих условиях в среднем 80-90 кадров, что очень даже замечательно, и ровно та же самая история повторяется в PUBG. Там тоже на Ultra Full HD фрейм поднимается от 80 до 100 кадров, а то и больше. И в таком случае можно точно сказать, что игры, которые являются сегодня популярными или просто народными, то в них, на этом компьютере с Full HD монитором, можно просто забыть о настройках вообще. В натуре чётко! Реально, отвечаю, можно всё выставить на Ultra без проблем, и только в самых свежих, вроде Red Dead Redemption. Там, конечно, нужно чуть понижать до высоких. Но хотя здесь, возможно, проблема в самой оптимизации. В общем, судя по результатам видео, я считаю, полноценный игровой компьютер не может стоить 400-500 долларов. Точнее, можно собрать за эти денежки, но, как правило, он будет наполовину из бэушных частей с Авито, или что-то там с Алиэкспресс, которое уже тоже, как бы, ну, потёртое. В общем, если честно, у меня стоит какой-то вот психический барьер, и я не люблю вещи, которыми уже пользовались люди. Это вот то, что касается именно техники. Я далеко не против одежды из секунда, она порой даже круче, чем нежели всяких зарах, шмарах. Но вот насчёт электроники, я бы, конечно, рекомендовал зрителям брать именно новое железо. В данном случае я поступил ровно так же, я не решил собрать из Авито, с Алиэкспресса, просто увидел, что немножко не хватало бюджета пареньку, и просто подкинул немножко своих железяк. Но зато у него есть теперь чеки, документы, и это всё-таки приятнее, чем после кого-то доедать на Авито. Опять-таки, это лично моё мнение, каждый по-своему видит, но я вот так вот рассуждаю. В общем, будем на этом заканчивать. Итак, компьютер собран, отправлен уже, в принципе, подписчику, все документы и чеки с коробками я тоже ему отдал. Если кому из зрителей интересны комплектующие этой сборки, то я оставлю ссылки на железо под этим видео. Вроде на этом всё. Ну и так, если вот в будущем, возможно, буду ещё продолжать данную рубрику и собирать людям компьютеры. Но посмотрим, вроде бы пока что меня это ещё не сильно раздражает. Следующее видео будет тоже сборка компьютера, но компьютера лично для меня, который стоит, ну, примерно 3-5-9 тысяч рублей евро. В общем, короче, увидимся уже скоро, всем не скучать и до новых встреч на канале. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok